Лайма Вайкули рассказала о том, как онкология изменила ее жизнь. Победив болезнь, певица стала иначе относиться к окружающим. В трудный период рад был гражданский муж артистки. Он единственный знал о страшном диагнозе. 65-летняя Лайма Вайкули никогда не скрывала, что является фаталисткой. Она верит, что у каждого человека своя судьба. Так, встречу с будущим гражданским супругом Андреем Латковским она считает призначанием свыше. Отношения влюбленных начались еще в 70-х. И за прошедшие годы звезды прошли через многие испытания. Андрей был рядом с Лаймом во время гастролей, помогал ей записывать новые песни и морально поддерживал самые трудные минуты. Когда Вайкули узнала о тяжелой диагнозе, Латковский оказался единственным, но она сообщила печальную новость. В тот момент карьера звезды находилась на пике. Она должна была записать альбом США. Взяла кусок десерта и размазывать моему лицо. Владимир Винокур вспомнил молодость Лаймью Вайкули. «Говорить о том, что я победила болезнь, неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала. Мне нужно еще что-то сделать и понять. Моей заслуги нет. Я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все вживую. Считая, что человек живет на свете лишь для того, чтобы становиться лучше», призналась Вайкули. Несмотря на пессимистические прогнозы мочи, артистка смогла побороть онкологию. Любимый человек находился рядом. Да и сейчас Андрей и Латков практически не разлучаются. Со стороны может показаться, что в их отношениях терит полный идей, но так было не всегда. По словам Вайкули, однажды их совместное будущее и вовсе находилось под угрозой. Мы разъезжались, и я должна была его проучить. Но длилась Петра недолго. Проучила. Рассказывать о причинах не буду. Это наше личное дело», – подчеркнула певица. Еще одним ударом Лайкули стала новость о том, что она не сможет иметь детей. В эфире программы «Судьба человека» звезда неоднозначно отреагировала на вопросы Борисы Корчевниковой о беременностях. Были в онкологии? Теперь в гинекологии я считаю, что каждого свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее оманывать. Неоднократно отговаривала всех девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. «Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок», – призналась певица. Лайка все так же часто выступает, а свободное время проводит с Андреем и Брюльевым. Несмотря на то, что их отношения продолжаются более 40 лет, Лайкули и Латковский так и не поженились. Артистка уверена, что штамп в паспорте – это всего лишь условность, и она может чувствовать себя счастливой и не злобой. Юлия Целаяна Станислава Брюльевна родилась в городе Цейси-Стопинской, СССР, 31 мая 1924 года. Семья знаменитой стимулами, чем простая. Отец Станислава Кулись был простым рабочим, а мама Енина сначала работала обыкновенной продавщицей, а затем стала директором крупного магазина. К желанию петь, Лайку, скорее всего, она следовала от бабушки, которая пела в церковной поле. Остальные родственники Лаймы Вайкули никакого отношения к музыке не имеют. Когда Лайме Вайкули было всего три года, ее семья – мама, папа и две старшие сестры, сводная и родная, а также старший сводный брат, переехали в Ригу. Лайма пела практически с пеленок. В детском скоту мне не нравилось спать в поле, и я пела. Родители тоже просили спеть, когда приходили гости. Я пела низким голосом, что было смешно, необычно, так что я была дивой, вспоминая Твайкули. В детстве будущая знаменитость мечтала стать врачом, а никак не певителем. В первом классе школьная учительница пришла к родителям Лаймы и порекомендовала купить дочери форт-пиано, поскольку у девочки был явный музыкальный талант, однако сама Лайма Вайкули наотрез отказывалась от перспективы быть артисткой. Я и Нина девочки так и не купили, и не потому, что сама Лайка Нина не захотела, а потому, что в однокомнатной квартире его было просто некуда поставить. Лайма росла с Ирванцем. В отличие от своей старшей сестры Яны, девочка терпеть не могла столь уменьшить в чаще игру в бочке матери. И классики. Лайка не предпочитала бегать с мальчишками по двору и играть в казакобра сборника, и бегать мать. Я была любимой всей семьей, но очень сферограмной, и всегда делала только то, что сама считала нужным. Тяжелый ребенок, ужасный. В пять лет я наказывала своих родителей. Собирала вещи и уходила из дома. При этом старшая сестра говорила маме, «Неужели ты верящий? Да куда она пойдет?» Но я все равно уходила. Звук был дома. Родители шли меня искать, и слава богу, быстро находили. А я ждала и думала, «Почему там долго ищут?» «Но я живу прямо, и если бы не нашли, сидела бы там до утра», говорила Лайма Лайкуля. В школе все дисциплины Лайме давались играючи. Первые несколько лет в дневнике певицы стояли лишь пятерки. Однако, когда наша героиня увлеклась, творчество, точные науки были забыто. В возрасте 12 лет актриса впервые появилась на сцене. Девочка приняла участие в конкурсе «Люнных певцов», который проходил в Даме культуры Рижского завода ВИФ. Тогда она получила диплом и тут же начала выступать в группе. После окончания 8 класса Лайма Вайклера поступила в местное медицинское училище. Во время учебы Рижского оркестра радио и телевидения, которым руководил Раймонд Паус. Как вспоминает сама Лайма, в 15-летнем возрасте она для него и с музыкой и вокалом у маэстро Захарника. Он в то время работал со знаменитым сегодня Раймондом Паусом. Заходник распевал и ставил полоса всем певцам их оркестра Раймонда. Учитель, заметил талант юни-певицы и поел на послушанную Паусу. Солиданная Лайма показывала в филармоническом зале. Во время исполнения одной из композиций к ней подошел Раймонд Паус и сказал, «Лопай по плечу, малыш, я тебя заберу». С 1979 года Лайма Вайклера выступала в популярном варьете Юна Сперли. С латишского переводится как «морская жемчужина». Сначала певица была в танцевальном оркестре, но постепенно стала солисткой варьете. В 1984 году Лайма Вайклера решила получить профильное образование и поступила в Китис. Там она обучалась режиссерскому мастерству. Кроме западного материала и массы современных песен, певица вместе с ансамблем Лайма исполняла латишские песни. В частности, Вайклера исполнила композицию Раймонда Пауса, Вера Коку. На русском языке композицию исполнила Валерий Леонтьев. В середине 80-х годов прошлого века Вайклера заметил поэт песни Илья Резник. Он предложил ей записать и презентовать на радио новую песню под названием «Ночной костер». С этой композиции Райма попала радиоэфир, а также на телепередачу песни 86. В этом же году Вайма Вайклера и Валерий Леонтьев вместе исполнили знаменитую песню «Вермисаж». Совместное творчество Пауса и Резника на советско-итальянском концерте «Эстрадные звезды». К началу 1987 года Вайклера записала еще один хит. «Ты тих же антеров еще не вечер». В композиции певец оказала свою оригинальную тренировку. Через несколько месяцев Вайклера приняла участие в авторском вечере Раймонда Паунса в столичном концертном зале «Россия». После трансляции «Вечера» по телевизору певеца получила всероссийскую славу. Успех и популярность артистки закрепила премия «Золотая лира», которую она получила на международном фестивале «Братиславская лира» в Чехословской Вайклоне. «Братиславская лира» «Братиславская лира» утром «Глядь» утром «Глядь» «Братиславская лира» Субтитры сделал DimaTorzok